нет времени денег на живопись вы можете больше всем привет меня зовут наталья юрьева я руководитель школы живопись маслом сегодня я с вами обсужу самую популярную отговорку людей у меня нет времени у меня нет денег чтобы заниматься живопись и творчеством на самом деле это все только в нашей голове и как это сейчас преодолеть я расскажу ну что давайте разбираться с этой темой такой щекотливый все что касается денег и времени да я знаю у каждого человека всего лишь 24 часа в сутки сутках это как мы распределяем это время полностью зависит от нас мы можем быть вот так вот забиты какими-то делами бегать ничего не успевать а можем остановиться выдохнуть спокойно подойти к этому процессу все распланировать и достигает результат поэтому очень важно в первую очередь понимать а чего вам собственно хочется от творчества от живописи какие у вас цели поэтому выделите какой-то вечер для себя может быть даже сейчас после просмотра этого видео и выпишите чего бы вам хотелось добиться в живописи может быть это своя персональная выставка может быть вы хотите начать продавать картины может быть вы хотите научиться грамотно писать и разобраться во всех тонкостях живописи но у вас должна быть четкая цель которая затем декомпозируется на подзадачах которые вы будете выполнять то есть предположим я хочу организовать свою выставку и дальше следующим моим шагом будет расписать план а что же мне нужно для того чтобы организовать свою выставку я пойму что это например каких-то пять шагов найти помещение написать коллекцию картин написать анонсов в социальных сетях рассказать друзьям и организовать фуршет и дальше я понимаю что все вот эти вот задачи мне необходимо определить во времени я себе даю на выполнение каждой задачи например неделю и того за пять недель я смогу подготовиться к выставке и когда у вас есть четкий план когда у вас есть четкое понимание к чему вы хотите прийти в гарантированно к этому придете потому что это как будто бы нарисовать карту у вас есть пункт а и у вас есть пункт б и у вас есть карта и вы обязательно достигнете пункта б но когда нет никакой конкретики когда все подвешено в воздухе у вас и есть вот это ощущение как будто вы много-много-много всего делаете, но ничего не успеваете. А вот это чувство неуспевания, оно идет именно от того, что нет результата. Потому что когда результат есть, это значит, я успел. А когда результата нет, это значит, я не успел. Поэтому очень важно знать, к чему вы хотите прийти и идти. То же самое, что касается денег. Когда мы, например, говорим, что денег нет, их и не будет, если так говорить. Наоборот, нужно давать себе установку, что деньги у любого взрослого человека сейчас есть. Вопрос, на что мы тратим эти деньги и какие приоритеты мы сами расставляем. А может быть, в нашей жизни есть очень много каких-то эмоциональных, спонтанных покупок. Мы что-то покупаем, а потом жалеем. А зачем мы это купили? Поэтому деньги это тоже, знаете, такая энергия, такая магия, с которой нужно научиться обращаться. Вы должны точно также планировать какие-то покупки и выделять определенный бюджет, который вы, например, готовы потратить на обучение живописи или на художественные материалы. И если вы, например, четко для себя определите, какая это будет сумма, 1000 рублей, 3500 рублей, неважно, вы сразу откладываете эти денежки и четко понимаете, на что вы будете их тратить. То есть планируете свои траты на живопись. Может быть, это будет какой-то курс в нашей школе, может быть, это будет набор каких-то красок. Неважно. Главное, что вы все запланировали, определили и расписали. Поэтому вот умение видеть на несколько шагов, умение планировать и четко видеть то, чего вам хочется хотя бы через полгода или через год, вас как раз-таки распределит в пространстве и четко укажет, что и когда нужно делать, в какой момент. Поэтому, пожалуйста, подумайте, сядьте, распишите, выпишите это на бумаге, и вам значительно станет легче. Просто разгрузите свою голову и перенесете это все на лист. Ставьте лайк, если тема для вас была хоть чуточку полезна. Не забывайте смотреть в описании, там всегда есть ссылка на наши бесплатные вебинары. С вами была Наталья Юрьева. Подписывайтесь на канал нашей школы «Живопись маслом» и помните, что наша команда поможет вам научиться рисовать собственные шедевры с нуля. До встречи!